Что я вам скажу? Давненько я так не удивлялась. Наши неутомимые Гензель и Гретель американского разлива на секундочку оторвались от троллинга злой колдуньи. Это, как утверждают инсайдеры, подарок от Меган на день рождения Гарри. Не знаю, сколько десятков раз несчастный фотограф терзал затвор фотоаппарата. Но в соответствии с правилом Меган хотели как лучше. Получилось как всегда. Я даже не сомневаюсь, что на обложку попала худшая версия. Меган, сплюснутая, как в кривом зеркале и вся растянутая в ширину, волосы, ворот рубашки, расставленные руки. Гарри, скукожившийся за ее спиной в неуклюжей позе, напоминает головастика исчезнувшая 20 см, разницы в росте сделали его фигуру непропорциональной. Такое впечатление, что эту парочку соединяли в фотошопе. Плюс, конечно, антураж. На первом плане она вся такая в белом. На заднем плане он весь такой в черном, держащийся за нее. Вообще, на знаковых фотографиях семейная пара старается выразить главное в своих отношениях. Обычно это демонстрация любви, нежности, заботы, защиты, в общем, традиционные семейные ценности. Вы понимаете, да? Видно же, что все эти то ли дело Меган. Взошла на баррикады, и так и стоит там с испуганожавшимся мужем за плечом. Одна. Что-то никто, даже из сонма воинствующих феминисток, не поспешил к ней присоединиться. А ценности-то какие, Меган? У принца Гарри вроде как есть жена и дети. Пусть он не достиг каких-то профессиональных или политических высот, но семью создал. Но на фотографии нет ощущения, что Гарри – любимый муж или заботливый отец. Скорее, он человек, который нуждается в поддержке и защите. В результате итог 37 лет жизни мужчины – жалость окружающих. Грустно. В следующий раз, кстати, Меган можно так не стараться придумывать сложно сочиненные позы, пытаясь в очередной раз донести миру, кто в их семье носит штаны. Вот все уже придумано до нас. Пользуйся, Меган. Спасибо за лайки и комментарии. На протяжении последних 10 лет небольшая деталь на виске Кейт Мидлтон интриговала самых внимательных наблюдателей – шрам, в основном скрытый под волосами матери Джорджа, Шарлотты и Луи. Однако в 2011 году представитель Кенсингтонского дворца официально вмешался в эти слухи и сообщил, что этот шрам появился в результате операции, проведенной в детстве Кейт Мидлтон. Но более подробная информация не была предоставлена. Недавно журнал Hello решил проанализировать этот загадочный шрам, который так интригует. По мнению журнала, маловероятно, что этот шрам связан с историей наращивания волос. Более вероятно, что причиной шрама стал несчастный случай в хоккее, поскольку однако журнал отмечает, что странно, что вся история со шрамом до сих пор остается загадкой, если причиной действительно является хоккей. Герцогиня Кембриджская никогда не скрывала своей страсти к спорту. По прошествии стольких лет люди все еще говорят о нем. Принцесса Диана погибла более 20 лет назад, но до сих пор всплывают новые подробности ее жизни. Перед своей смертью в августе 1997 года она успела составить завещание, в котором указала о передаче особого подарка для своих сыновей, принцев Гарри и Чарльза. Согласно документу, леди Ди хотела оставить свое имущество наследникам, когда им исполнится 25 лет. Позже в завещание внесли правку, и большую часть средств сыновья монаршие особы должны были получить не в 25, а 30 лет. Имущество принцессы Уэльской также включало в себя и ее свадебное платье, украшенное жемчужинами и шелком. Легендарный наряд был разработан известными дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эммануэль. Свадебное платье от своей покойной матери принц Гарри получил на свое 30-летие после мирового турне в 2014 году. Это платье заслужило свою славу. «Я думаю, что за границей его видели больше людей, чем в Великобритании. Что необычно, так это то, что по прошествии стольких лет люди все еще говорят об этом», — рассказывал Эммануэль. Новое — это хорошо забытое старое. Недавно Гарри и Меган появились на страницах журнала Time, поскольку вошли в ТОП 100 самых влиятельных людей 2021 года. Пара приняла участие в специальной фотосессии для издания, и один из снимков вызвал у поклонников ощущение дежавю. И это неудивительно, ведь он практически один в один копирует фото из поездки Сасакских в Новую Зеландию трехлетней давности. Гарри и Меган наглядно показали, что над некоторыми вещами время невластно. Сходство двух кадров настолько очевидно, что кажется, будто в этом и был замысел фотографа. И там, и там супруги прогуливаются на природе, держась за руки и глядя друг другу в глаза. На обоих фото наряды пары сочетаются по цветам. В 2018 они выбрали синее, а в 2021 зеленое. И даже поза Меган с рукой в кармане идентична в обоих случаях. Однако прежде чем заподозрить в этом некий тайный смысл, стоит вспомнить, что Гарри и Меган нередко позируют таким образом. Членов королевской семьи фотографируют очень часто, так что неудивительно, что со временем, вместо того, чтобы каждый раз придумывать что-то оригинальное, они принимают отрепетированное положение, которое в любом случае будет удачным. Также поступают многие звезды на красных ковровых дорожках. Если приглядеться, можно заметить, что практически у всех есть своя излюбленная поза. Молчать о своем успехе – это не про них. Журнал Time назвал топ-100 влиятельных людей 2021 года. В их число попала самая обсуждаемая пара из королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл. Супруги не просто удостоились почетного звания, но и появились на обложке издания. Шеф-повар и близкий друг герцога и герцогини соседских Хосе Андрос посвятил им целый материал, где перечислил их заслуги. Молчать о своем успехе – это не про них. Они не просто высказывают свое мнение, а действительно сострадают другим, помогают нуждающимся и предлагают им психологическую поддержку. Стоит отметить, что выпуск издания приурочен ко дню рождения принца Гарри, которому сегодня исполнилось 37 лет. Члены королевской семьи уже адресовали родственнику теплые слова. Так, например, принц Уильям поделился снимком своего младшего брата с подписью «С днем рождения принца Гарри». Не осталось в стороне и Елизавета II, которая поздравила внука, несмотря на их сложные взаимоотношения. Подростковое бунтарство принца Гарри еще до рождения принца Гарри, брак его родителей уже переживал серьезный кризис. Пресса и противники королевской семьи распространили слух, что второй ребенок принцессы Дианы и принца Чарльза не должен иметь ничего общего с Виндзорами, потому что он, скорее всего, сын другого любовника Леди Ди. Эти сообщения никогда не подтверждались, но подозрения повлияли на будущее Гарри. В отличие от своего старшего брата, принца Уильяма, Гарри доставил неприятности не только своему отцу, но и своей бабушке, королеве Елизавете II. Ему было 12 лет, когда он потерял мать, и вскоре после этого он начал бунтовать. В подростковом возрасте он экспериментировал с наркотиками и злоупотреблял алкоголем, пока принц Чарльз не заметил происходящее. Он немедленно отреагировал и отправил сына в реабилитационную клинику. Гарри бросил употреблять наркотики, но не изменил свой образ жизни. Он продолжал веселиться, растрачивая королевское состояние и меняя подружек как перчатки. СМИ следили за каждым шагом молодого принца, и он часто попадал в заголовки газет. В 2004 году он шокировал общественность переодеванием в нацистскую форму со свастикой на руке. Несколько лет спустя в СМИ появилась видеозапись, на которой Гарри обращается к сослуживцу в расистской манере. Такое поведение осудил тогдашний премьер, министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В 2012 году газета The Sun опубликовала фотографии с одной из вечеринок, во время которой принц решил сыграть партию в бильярд на раздевание. Гарри явно проигрывал, потому что на фотографиях он был полностью обнажен. Разразился крупный скандал о нравственности, за который ему пришлось извиниться. Я подвел себя, подвел свою семью и других людей, за что приношу свои извинения. У меня есть право на личную жизнь. Я считаю, что то, как со мной обращались СМИ, неприемлемо, сказал он в то время, и британский народ согласился с ним. Как он сам признался много лет спустя, боль от потери матери и постоянное внимание СМИ утянули его на самое дно. В конце концов, он смог взглянуть на жизнь совершенно по-другому. В нем проснулась апатия, которую он унаследовал от Дианы, и желание саморазрушения уступило место желанию помочь нуждающимся. Принц Гарри отношения с Елизаветой II Гарри повзрослел после возвращения из Афганистана. Служба в армии повлияла на его взгляды. Он стал более серьезно думать о будущем и заниматься благотворительностью, как и его мать, принцесса Диана. Прежде всего, он поддерживал солдат-инвалидов по его собственному признанию. Именно тогда он начал понимать, зачем и для кого он живет. Вместе с ветеранами войны он также отправился в очередное длительное путешествие в Антарктиду. Во время этой поездки у него выросла густая рыжая борода, которой он очень гордился. По возвращении домой он решительно отказался брить ее, пока королева не попросила его об этом. Он подчинился, потому что Елизавета II была единственным человеком в королевской семье, который имел на него влияние. Их отношения всегда были основаны на взаимном уважении, но они также любили подшучивать друг над другом. Легенда гласит, что однажды Гарри подарил своей бабушке шапочку для плавания с надписью «Разве жизнь не дерьмо?» и королева оценила чувство юмора своего внука. Считается, что Елизавета II не одобряет отношения Гарри с любовью всей его жизни, но похоже, именно благодаря ей он создал семью с Меган Маркл. Монарх поддерживала его с самого начала, понимая, что ее внук прошел через многое и просто заслуживает счастья. Королева Елизавета II и принц Гарри отношения бабушки и внука, возможно, именно ее безграничная любовь к Гарри заставила Елизавету II принять решение своего внука и его жены, которое потрясло весь мир. В начале прошлого года пара неожиданно объявила, что отказывается от королевских обязанностей, становится финансово независимой от своей семьи и переезжает из Великобритании. Через год они окончательно подтвердили, что не вернутся в монархию, потеряв таким образом все титулы и привилегии. Некоторые поклонники королевской семьи по-прежнему винят в этом Меган, которая неоднократно давала понять, что устала от постоянного внимания прессы и требования следовать королевскому протоколу. Другие же считают, что это зрелое и самостоятельное решение Гарри, который никогда не скрывал, что королевская жизнь не является для него сказкой. Скандальное интервью пары с Опрой Уинфри пролило новый свет на проблемы, с которыми столкнулась пара, но также стала причиной новых неприятностей для Гарри. Во время беседы с известным журналистом был сделан ряд заявлений, которые окончательно отдалили внука Елизаветы II от близких. Например, Меган рассказала, что боролась с депрессией, когда была беременна Арчем, а также дала понять, что члены семьи позволяли себе расистские комментарии по поводу цвета кожи ее сына. Гарри, с другой стороны, признался, что уже некоторое время не общался с отцом и что его отношения с братом были не очень хорошими. Нетрудно догадаться, что телеинтервью не улучшило ситуацию. Юноша из Сасекса появился на похоронах своего деда, принца Филиппа, но не мог рассчитывать на теплый прием со стороны своей семьи. Теперь Гарри идет своим путем. Он счастливый муж и отец, который решил сделать трудные, но очевидно правильные шаги. Однако раньше он был королем скандалов пьяные вечеринки, обнаженные фотографии из Лас-Вегаса, драки с папарацци.